В театре я не танцевала Жизель, саму Жизель я не танцевала, спящую, но в другом театре, в Новосибирске, я танцевала Аврору. Получила несказанное удовольствие от спектакля. Мне интересно всё, я не могу отрицать безумно любопытное создание, обязательно суну нос куда-нибудь и упрямое, когда говорит нет, я всегда думаю, почему же нет, надо да. Это я в жизни ещё могу внешне выступить как хрупкое и неземное создание. А в среде своего народа я очень физически сильная, тело обладает устойчивостью. Спасибо. Давайте, чтобы на раз левая рука приходила. Пусть раз получится там, но чтобы на раз, на раз. Татьяна Николаевна Голикова, с которой я работаю с первых дней, первых шагов в своих театрах, история началась ещё с училища. На третьем этаже у нас там висели стенды. Артисты в годы войны и артисты сейчас, которые в театре. И висела восхитительная фотография женщины в эгине, которая вот указывает пути по третьям. В восхитительной красоты фотографии. Был написано Т.Н. Голикова. Ещё был момент, это была весна, вот такое весеннее солнце, и Татьяна Николаевна поднялась по лестнице, поздоровалась со мной. Я ещё подумала, боже, какой красоты создание, просто вот божественной красоты. И вот она так вот, у нас длинные же там коридоры, и вот она вот так в ареоле этого солнца вот так вот удалялась. И я вот всё время, пока нашла вот этот коридор, я вот так на неё смотрела. Наверное, так просто начиналась история. Отдельной жизнью совершенно. Ан-де-Ор, Ан-де-Ор. Вот абсолютно правильное положение. Татьяна Контужа при всей своей мягкости и очаровательности, она видит, что я могу, но я где-то там или экономлю, или не понимаю, она добьёт так, что вот я сделаю это вот, чтобы от зубочка отскать. То, что я есть, это всё, Татьяна Николаевна. Ну, без неё бы я была бы другая такая, не такая. И она единственный человек, которому я в театре доверяю. Потому что это неизменная величина с самого начала. Люди приходят, уходят, как-то вот, а она вот неизменная величина. И очень много. Спектакль «Пламя Парижа», вот роль Жанны невероятно сложна физически. Почему-то меня после этого спектакля ассоциируют с Жанной Дарк. Да, ну, как бы я о Жанне не думала. Дарк. Говорят, глаз горел сильно. Алексей захотелось сочетать две партии Терезы и Жанны. И объединить каблуки с классическим исполнением. Это, конечно, невероятно. Знаете, если так, я всегда собираюсь с духом. Прямо собираю дух свой. Наматываю вот так в клубок. Нужно на что-то опереться. Вот для меня даже вот загадка, какие-то вещи, я вот даже не прилагаю, набирают на них усилия. Они настолько уже убедительно выглядят. Ну, вот могу топнуть, и все действительно поверят, что я топнула ногой со всей злостью. Хотя это совершенно вообще не... Ну, бывает, что я просто иногда, может, даже этим могу запользоваться как-то. КОНЕЦ И это, конечно, невероятно удалось. Вот это вот мне, Жанна, это... Ох, Жанна! Личная жизнь произошла тоже заменение, что меня очень радует. Я вышла замуж. Больше не буду ничего говорить. Мы как бы... Вот-вот-вот-вот, я счастлива. И тут совершилось еще одно радостное событие. Мы переехали, наконец-то, на нашу квартиру, которая вот... Наш. И, конечно, это близко к театру. Я не могу взять и порвать эту ниточку. Я близко к театру. Иногда хочется вот так вот сказать, А, вот, все, не хочу этих куделечков, этих ресниц. Хочется опять искренне вот умереть на сцене. Не могу сказать, что я целиком скучаю по спектаклу Романа и Джульетта. Рада. Ну, это иногда я скучаю. Это такое вот простоте, естество такое. Бег, так вот он, такой конкретный бег на месте. Если яд, так это просто слизывание, да. Ну, то есть вот какие-то такие конкретные условности, которые может понять любой школьник, пришедший к театру. Когда проходит какое-то время, конечно, чуть-чуть этого иногда хочется. Мне нет ощущения, что я вот что-то такое прожила, и что-то я такое сделала, и вообще что-то... А что, по-собственному говоря, я сделала? Ничего. Поэтому все надо начинать заново. Я готова. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok